В этом выпуске я сравню вооруженные силы Германии и Франции, а также расскажу массу интересных исторических фактов об этих странах. Погнали! А начнем, пожалуй, с краткого обзора германской армии. Современные вооруженные силы Германии были созданы через 10 лет после окончания Второй мировой войны, 7 июня 1955 года. Название «Бундесвер» появилось в 1956 году. Германская армия состоит из сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также двух отдельных компонентов – Объединенных сил обеспечения и медико-санитарной службы. С 2011 года обязательный воинский призыв в армию Германии был прекращен. Танковый парк сухопутных сил содержит, в том числе и на хранении, 245 машин собственного производства. Это «Леопард-2» различных модификаций. Имеется около 4000 боевых машин пехоты, бронетранспортеров и бронеавтомобилей собственного производства, в их числе БМП «Мардер», которые заменяются на современные «Пума», бронетранспортеры «Фукс», заменяемые на «БТР-Боксер», а также бронеавтомобили «Феннек», «Динго» и множество других машин. Парк артиллерии содержит около 200 артиллерийских орудий и систем, в их числе самоходные гаубицы собственного производства «Панзерхаубиц-2000» и американские системы залпового огня «М-270». Наземная противовоздушная оборона состоит из американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Военно-воздушные и военно-морские силы Германии в совокупности имеют около 400 самолетов разного назначения. Истребительная авиация представлена довольно старыми самолетами «Торнадо» и современными европейскими «Тайфун». Парк вертолетов состоит из 280 машин разного назначения, в их числе европейские ударные вертолеты «Тигр», многоцелевые NH-90 и H-145. Военно-морские силы Германии содержат 65 крупных боевых кораблей и субмарин собственного производства. Имеется шесть дизельных подводных лодок типа «212», вводились в строй с 2006 по 2016 год. Два фрегата типа «Бремен», введённые в строй в 80-е годы. Четыре фрегата типа «Бранденбург», построенные в 90-х годах. Три фрегата типа «Саксония», введены в строй в начале нулевых годов. Один новый фрегат класса «Баден-Вюртенберг», введённый в эксплуатацию в 2019 году. На испытаниях находится второй такой же корабль. А также пять корветов типа «Брауншвейнг», строившиеся с 2003 по 2007 год. В составе военно-морских сил числится также морская пехота и силы особого назначения. В Германии находится самый крупный в Европе контингент США. Он насчитывает около 38 600 человек. Впрочем, численность войск США в Германии продолжает сокращаться. Между тем, правительство страны за последние 7 лет потратило на содержание американского военного контингента в Германии более 760 миллионов евро. Интересные исторические факты о Германии и её вооружённых силах. В мае 1955 года Федеративная Республика Германия стала членом Североатлантического Альянса НАТО, а Германская Демократическая Республика присоединилась к странам Варшавского договора, что стало окончательным оформлением военных блоков в Европе. На протяжении первых 40 лет после своего создания Бундесвер в соответствии с Конституцией страны не участвовал в боевых операциях. Лишь в середине 90-х годов ситуация изменилась. 12 июля 1994 года Конституционный суд Германии принял решение об отмене поправки 1982 года, запрещающей участие Бундесвера в военных операциях за рубежом. После чего германские военнослужащие стали привлекаться к участию в миротворческих операциях в других странах. После объединения Германии в 1990 году Бундесвер достиг огромной боевой мощи. Кроме того, на немецкой территории находились американские войска. Однако к настоящему времени всё это в далёком прошлом. В 21 веке военнослужащие Германии неоднократно привлекались к различным операциям НАТО на Ближнем Востоке. Военные контингенты страны и сейчас присутствуют в Афганистане, Сирии, Мали, Ливане, Сомали и других странах Африки. В настоящий момент Германия после своего объединения и окончания Холодной войны основной инициатор обновления НАТО и активный участник военных операций Блока. Такой позиции способствует прежде всего теснейшая связь между новейшей немецкой историей и историей НАТО. Германия очень внимательно относится к запросам Москвы в отношениях с НАТО и в последнее время служит одной из прочных опор для диалога между Россией и Североатлантическим Альянсом. Теперь давайте сделаем краткий обзор вооруженных сил Франции. Вооруженные силы Франции состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, национальной жандармерии и элитной медицинской службы, обеспечивающей в медицинском отношении все четыре вида вооруженных сил. В 2003 году произошла отмена призыва в мирное время и состоялся переход к контрактной армии. Вся техника сухопутных сил за исключением некоторых образцов собственного производства. Танковый парк сухопутных сил содержит около 250 современных танка «Леклерк». На хранении находится еще примерно 150 таких танков. Имеется около 5000 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей. Танковый парк дополняется значительным количеством колесных машин с тяжелым вооружением. Это AMX-10 со 105-мм пушкой. Бронетранспортеры представлены довольно старыми машинами ВАП, эксплуатирующимися с 70-х годов. И современными ВБСЕ. Имеются также бронеавтомобили ВБЛ и множество других машин. Артиллерийские войска на вооружении и на хранении содержат около 500 систем и орудий разного калибра. В их числе самоходные гаубицы F-1, принятые на вооружение в 1973 году. Современные колесные «Цезарь». 155-мм буксируемые гаубицы TR-F-1 И американские реактивные системы залпового огня М270. Наземная противовоздушная оборона состоит из современных зенитно-ракетных комплексов «Мамба» И «Кратель-NG». Военно-воздушные силы Франции содержат около 1000 самолетов разного назначения. Истребительная авиация представлена довольно старыми самолетами «Мираж-2000», принятыми на вооружение в 1978 году. Наиболее современный истребитель Франции — это «Рафаль». Парк вертолетов сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил имеет в своем распоряжении около 500 машин разного назначения. Имеются ударные франко-германские вертолеты «Тигр». Многоцелевые «Пума» с их дальнейшими модификациями «Когар» и «Каракл». А также «Феннек» и «Газель». Военно-морские силы Франции содержат 63 крупных корабля и субмарины. Флот несет основную часть ядерного потенциала страны. Четыре подводных атомных лодки типа «Ля Триумфант», строившихся с 1989 года по 2009. Базируются на Атлантическом побережье страны. Каждая подлодка несет по 16 баллистических ракет. Имеется еще шесть атомных подводных лодок типа «Рюби», строившихся с 1976 по 1973 год. На Средиземном море также базируется единственный атомный авианосец «Шарль-де-Голь». Однако большую часть времени корабль проводит в ремонте. Во Франции формально нет эсминцев. Корабли этого класса называются фрегатами первого ранга. К таковым относятся современные корабли типа «Горизон», построенные по проекту с Италией. И «Фрем», также франко-итальянские. Имеются и классические фрегаты типа «Лафаэт», строившиеся в 90-е годы. И «Флореаль», принятые на вооружение в начале 90-х годов. Основу десантных сил составляют три вертолета «Носса» типа «Мистраль». Интересные исторические факты о Франции и ее вооруженных силах. Потерпев тяжелое поражение от Германии в начале Второй мировой, Франция по итогам этой войны была возвращена в число победителей и великих держав. До сих пор страна всячески старается удержать этот статус, демонстрируя огромные амбиции, в целом характерные для этой страны. Франция является одним из основателей НАТО. При этом в июле 1966 года она вышла из военной организации, оставаясь участницей политической структуры Североатлантического договора. В 2009 году вернулась в военные структуры, что по сей день создает ряд проблем организационно-технического характера. В настоящий момент военное строительство и финансирование военных расходов Франции ведется в соответствии с национальной военной стратегией, изложенной в официально принятой «Белой книге» по вопросам обороны и национальной безопасности. Доктрина исходит из того, что уникальное географическое положение страны исключает какую-либо прямую угрозу глобальной войны непосредственно в Европе. Однако отмечается, что требующие военного отражения угрозы могут возникнуть в других регионах мира. В 21 веке основной сферой приложения усилий вооруженных сил Франции стала Африка. Французские военные проводят операции различного профиля по эвакуации мирных граждан, свержению нелояльных режимов в своих бывших колониях и подавлению мятежей исламистских и племенных группировок. Иностранных войск на территории страны нет, при этом сама Франция имеет контингенты на собственных заморских территориях, на Агвиане, Полинезии и Реюньоне, а также в семи бывших африканских колониях. Впрочем, эти контингенты весьма невелики и скорее лишь символизируют французское присутствие. Ну а теперь давайте, наконец, сделаем вывод. В целом, сократившись за последние десятилетия на порядке, по всем классам боевой техники, Бундесфер остается одной из крупнейших европейских армий, поскольку остальные сократились почти так же радикально. Однако никакой главной ударной силой НАТО в Европе немецкая армия больше не является. Это определение по отношению к нынешним европейским армиям теперь неприемлемо в принципе. До недавнего времени численный состав немецкой армии имел тенденцию к постепенному сокращению. То же самое относилось и к ее оснащению. Германия имеет одно из самых качественных и эффективных вооружений в мире, при этом имеет опыт лишь миротворческих миссий. С сухопутным вооружением Бундесфера формально все в порядке, но на практике дела обстоят немного иначе. Военные специалисты отмечают, что общее состояние дел в армии далеко от идеального. Это связано с тем, что количество боеспособной техники в Бундесфере с каждым годом только уменьшается. Немецкие военные полагают, что это связано не только с недостаточным финансированием, но и с кадровыми проблемами. Немецкие военно-морские силы принято считать одними из наиболее совершенных. В настоящее время флот Германии оказывает помощь силам НАТО в разведывательных мероприятиях в экватории Балтийского моря. При этом немецкие военно-морские силы остаются весьма малочисленными. Германия обладает довольно мощной и передовой судостроительной промышленностью. Да и в целом военно-промышленный комплекс страны находится на высочайшем уровне. Именно Французская Пятая Республика вполне может стать той силой, которая объединит армию Европы. Для этого у Франции есть все. И мощный флот, и большая сухопутная армия, и неплохая авиация. И даже чувство победителя. Ведь за последние годы вооруженные силы страны провели несколько пусть и локальных, но все же победоносных операций. При этом обладают самым большим опытом самостоятельных военных операций среди всех стран Евросоюза. Однако стоит учесть, что боевой опыт Франции распространяется только на незначительную часть подразделений, прежде всего специального характера. Остальные же, особенно танковые и механизированные, не имеют за плечами ничего подобного. Вооруженные силы страны имеют сбалансированную структуру. Франция имеет мощный военно-промышленный комплекс, который почти полностью обеспечивает армию страны вооружением и техникой, от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев. Часть авиационной техники Франция создает и производит совместно с другими европейскими странами, в первую очередь с Великобританией, Германией и Италией. Учитывая географическое положение и полное отсутствие внешних угроз, потенциала вооруженных сил Франции и Германии более чем достаточно для обеспечения обороноспособности стран. Они также могут использоваться для проведения ограниченных по масштабу интервенций. Впрочем, геополитические амбиции Германии и Франции значительно больше, чем их реальные военные возможности. Французы смогли построить самодостаточную армию благодаря тому, что долгое время не входили в блок НАТО. По идее, теоретически и немцы без Североатлантического союза вполне могли бы показать стремительный вектор оздоровления своих вооруженных сил. Впрочем, в настоящее время и французская, и германская армии являются сильнейшими в Европе, несмотря на отсутствие внешних угроз. Первое, обязательно напиши в комментариях, чья армия, на твой взгляд, сильнее. Второе, подписывайся в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под видео. И, наконец, третье, посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересны. Ну а с вами был Хардестер. Всем мира и процветания! Субтитры сделал DimaTorzok